Трехдневный марафон стартовал с самого утра в боевой готовности. Около 1700 избирательных участков открыли свои двери жителям края. Кстати, кто-то уже проголосовал досрочно. Речь идет о жителях труднодоступных населенных пунктов. В данном случае мы выбираем президента Российской Федерации. Судьбы нашей страны на многие годы вперед. Конечно, еще раз обращаюсь к жителям Алтайского края, призывая всех прийти на участки и другим способом проголосовать. Традиционно в компании семьи свой голос отдал и Александр Романенко. Мои родители меня воспитывали не быть безучастным к судьбе своего города, своего района, края, но тем более своей страны. Поэтому всегда голосовал, сколько я помню, не было ни одного момента, чтобы я не воспользовался своим правом. Напомним, Россия выбирает президента из четырех кандидатов. Владислав Дованков, партия «Новые люди», Владимир Путин, самовыдвиженец, Леонид Слуцкий, ЛДПР, и Николай Харитонов, партия КПРФ. Конкретно в Алтайском крае проголосовать смогут 1 756 560 избирателей. Мы готовы представить те важнейшие особенности, которые на сегодняшний день позволяют не только организовывать избирательный процесс, но и прежде всего давать возможность каждому жителю Алтайского края принять участие в выборах главы российского государства. Проголосовать можно по месту жительства. Также у избирателей была возможность подать заявление, чтобы отдать голос в любой удобной точке. В функции «Мобильный избиратель» воспользовались более 20 тысяч жителей края. Для тех, кто по уважительным причинам не может дойти до избирательного участка, проходит голосование на дому. И новинка на президентских выборах для нашего региона – дистанционное электронное голосование. На него зарегистрировались 277 тысяч человек. И, кстати, в 9 утра уже почти половина из них сделала свой выбор онлайн. Если один человек заставил другого проголосовать и показать ему потом свой выбор, это невозможно сделать. Вот тайность голосования ДЭК, она это обеспечивает. Также нельзя проголосовать дважды, изменить свой голос. Готовы эксперты-наблюдатели к провокациям и фейкам. Как от своих, так и от недоброжелателей из других стран, которые могут распространять дезинформацию. Чиновники призывают верить только официальным источникам. Как правило, все фейки информационные, да, вбросы, они связаны там с попыткой оспорить легитимность. Будут, ну вот как по опыту всех предыдущих компаний, там из серии, там, там, ай, там, свозят, принуждают. Ой, там, там, что-нибудь там не то, там, со списками вбрасывают и так далее. Как правило, вот бьют именно по легитимности, именно вот такие фейки приходится чаще всего разоблачать. Поэтому в дни выборов в Краевой библиотеке имени Шишкова работает Центр общественного наблюдения. По опыту других компаний в Алтайском крае, если и возникают нарушения, то больше технического характера, говорят эксперты. Все 100% избирательных участков закрыты наблюдателями, которые подготавливала общественная палата. Это независимые наблюдатели. Я думаю, что эта трехсуточная работа, она пройдет на таком хорошем организационном уровне, в конструктивном формате. Уже было многое сделано. Я думаю, что мы также будем работать в темпе 48 часов в сутки, 48 на 7, и цели свои достигнем. Избирательные участки будут работать до 20.00 17 марта, а уже в понедельник, 18 марта, страна узнает предварительные итоги голосования. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком.